Александр Фурунжиев 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 с теми видами оружия, с теми видами палок, которые мы используем на наших тренировках и в бою. Традиционными палками в филиппинских, да и в тайских боевых искусствах являются палки, сделанные из ротанга, лианы, который повсеместно растет в Юго-Восточной Азии. Здесь у нас представлены несколько ротанговых палок, каждый тип которых имеет свое предназначение и свою манеру работы. В частности, более тонкие палки ротанговые, обработанные с нанесенным рисунком, как правило, используются в спортивных состязаниях. Сейчас идет целая волна превращения искрима в национальный филиппинский вид спорта. Я, в общем-то, не особый сторонник этого, но, тем не менее, такая тенденция есть. И как раз для того, чтобы нанести минимальный вред партнеру, используются вот такие легкие тонкие палки. Для наработки форм используются палки чуть толще, в частности, в некоторых сибуанских школах, таких как школа ТОС и ПАРЭС, используются палки чуть потолще и чуть потяжелее, хотя они тоже легкие. Также в этой же школе используются парные палки, которые, в общем-то, служат для исполнения парных форм, не для боя, а именно для работы на воздухе, для наработки формальных упражнений. Иногда мы используем такого же рода палки, чуть потолще, чем спортивные. Для работы для девочек, для женщин. В общем-то, это уже боевая палка, она, как видите, уже побывала и в спаррингах. Такими палками, в общем-то, уже женщины у нас работают в прикладной манере. Переходим к более серьезным боевым палкам. В системе контртемпо отдают предпочтение палкам потолще, если мы сравним традиционную спортивную палку, которая используется практически во всех стилях проповедующих спортивное направление, и вот боевую палку, можно увидеть, что она намного толще. По весу она, естественно, тяжелее. Толстая палка позволяет более органично реализовать хват человеческой руки. Рука стоит в более естественном положении, и, соответственно, мы такой палкой можем более естественно работать. Соответственно, мы можем работать парными палками. Это палки сделаны из одной и той же лианы. Либо есть палки чуть потолще, чуть покороче для ближнего боя, так называемая палка в одиночном исполнении. Тяжелые толстые палки из толстого ротанга, которые значительно тяжелее боевых палок, используются для усиления хвата, для укрепления рук и для наработки правильных траекторий движения. В частности, здесь мы можем видеть два вида. Необработанный ротанг, который предпочтительно использовать в системе контр-темпо, и обработанный комлевый ротанг, который срубается непосредственно у корня. Дело в том, что сама лиана растет чем выше, тем длиннее имеет коленца, тем длину коленец. И, допустим, вот эта палка сделана из одного коленца, где-то совсем с конца лианы. Данная же палка намного реже встречается, данный вид палок намного реже встречается, потому что короткие коленца, и с одной лианой мы можем получить только одну такую палку. Дальше у нас идут непосредственно боевые палки, которые имеют минимум обработки, минимум какого-либо напыления. Исключительно боевая палка, просто срезанный, необработанный ротанг, он хорошо сидит в руке, не скользит, в отличие от лакированных палок, не скользит и позволяет нам реализовывать все потенциальные возможности оружия. Наиболее редко встречающийся вид ротанга, конусовидный ротанг, также срубленный у корня. Во всяком случае, в моей жизни мне приходилось видеть только две таких палки, вот одна из них у меня в руках. Как правило, это чисто боевые палки, они не используются ни в тренировочном, ни в спарринговом процессе. И финал апогеи, так сказать, обзора палок – это палки из другого дерева. В частности, это палка из пальмы, называемая на Филиппинах бахи. Она тонкая и достаточно тяжелая. Бахи имеет свойство не ломаться, а щепиться. И очень крепкое пальма, как известно, очень крепкое дерево. И даже при очень сильном ударе, в общем-то, она несет минимальный урон. В частности, в древние времена боевыми палками считались именно палки из бахи. Очень красивое черное дерево, распространенное на Филиппинах, так называемый комагон. В принципе, в бою используется реже, потому что черное дерево более колкое, чем бахи. Но для наработки формальных упражнений, для формальных выступлений, в общем-то, тоже во всем используется. Это были экзотические, так сказать, филиппинские палки. Вполне резонный вопрос, а как же вот в наших широтах, какие же палки использовать? Не каждый человек может достать, приобрести палки из ротанга, из бахи или из комагонга. Ничего страшного. Наша страна богата на дерево. И можно найти для использования разные типы древесины и делать из них палки. В частности, первое, что хочется показать сразу, это буковая палка, которая по своим свойствам, по своему весу очень близка к боевым ротанговым палкам. В общем, палка очень хорошая, увесистая и позволяет, в общем-то, держать правильный хват. И, в общем, реализовывать все нужные боевые техники. Помимо бука используются дубовые палки. Они чуть-чуть полегче, но, в общем, тоже достаточно комфортные. И для тренировочных целей мы используем обожженную рябину. Обжигается непосредственно над огнем, проводится несколько раз, протирается, еще раз проводится, и таким образом укрепляется. И орешник-лещину. Здесь он не чищенный, но так он, в общем-то, выглядит очищенный. Для тренировочных целей, в общем-то, вполне подходящее дерево. Есть также еще палки из березы, но они, в общем-то, служат только для исполнения формальных упражнений, хотя по весу они очень удобны. Они служат для исполнения формальных упражнений, потому что береза крайне колкая, и, в общем, долго такие палки не служат при контактной работе. Отдельно хочется сказать о недеревянных палках, в частности, о палках, сделанных из пластика. Эта палка сделана из пластиковой трубы. Мы используем такие палки для начинающих, для постановки удара. Данные палки имеют некоторые отличия в свойствах, в ощущениях от деревянных палок. Но, с одной стороны, начинающие, в общем-то, не сразу начинают чувствовать свойства палки, поэтому им все равно какой палкой работать. С другой стороны, такие палки служат намного дольше. Ну и, с третьей стороны, в общем, наше глубокое убеждение, что нужно уметь работать любым продолговатым предметом, а не только ротанговой палкой. Для этих целей, в общем-то, пластиковые палки очень хорошо служат и долго при этом их можно использовать. Как мы в шутку называем, гуманизированная палка. Внутри стоит такая же труба, она обернута поролоном. Эти палки используются для учебных спаррингов и также для наработки ударов, когда один партнер эту палку держит, и в эту палку наносятся те или иные удары. В частности, чуть смягченный удар позволяет лучше его почувствовать, этот удар непосредственно, и правильно его выстраивать. В частности, такая палка, помимо всего прочего, имитирует человеческую руку. Итак, мы с вами познакомились с тем, какие палки используют в системе контр-темпу. Давайте теперь перейдем непосредственно к технической части нашего фильма. Итак, у нас в руках палка. Что нам с ней делать? Изначально давайте попробуем правильно ее взять. По системе контр-темпу используется несколько базовых видов хватов, основной из которых выглядит следующим образом. Мы кладем кончики пальцев на палку и как бы наматываем пальцы на палку. Большой палец запирает хват, и вот таким образом рождается первый, первичный хват. Теперь мы убираем эту часть, которая называется пуньо, на полкулака. Разные школы используют разную длину пуньо, вплоть до двух кулаков. Но мы исходим из рациональности хвата, и не всегда рационально использовать вот такой хват с длинным пуньо. Хотя, допустим, в тайских системах, когда имитируется большой меч, когда имеется еще 3-4 кулака с этой стороны, здесь пуньо в два кулака оправдано, потому что происходит правильный баланс. Но при палке в 8 кулаков мы оставляем пуньо где-то вот в полкулака. Этого вполне достаточно для нанесения ударов, для захватов и для реализации других технических действий. Теперь мы, чуть-чуть ослабляя хват, кладем палку слегка по диагонали, вот таким образом. То есть мы не запираем ее в кулаке, а чуть-чуть кладем по диагонали. Теперь, используя свойства палки, как я уже говорил ранее, то, что палка достаточно широкая, хват у нас становится гармоничным, и мы можем начинать работать с правильным хватом. Итак, мы взяли палку правильным хватом, и теперь переходим, что на самое главное в базе, это позиция. Первая, она же последняя позиция контртемпа, выглядит следующим образом. Палка перекидывается под 45 градусов от руки в сторону чужого, как мы называем плеча. Чужого, потому что это плечо, которое не держит палку. Локоть, держащий палку руки, максимально расслаблен и смотрит вниз. Вот такая позиция неправильная, она ведет к напряжению, а значит, к потере темпа и к потере техники. Плечо также расслаблено и направлено чуть-чуть внутрь, вот таким образом. Итак, мы имеем 45 градусов в палке, расслабленный, смотрящий вниз локоть и плечо, направленное внутрь. Вторая невооруженная рука копирует работу вооруженной руки, но она палку не держит, вот таким образом. Первая позиция рук. Ноги мы осаживаемся на бедрах, переносим вес тела на носки, но не сильно, а как бы давая небольшой импульс на носки, осаживаемся также на коленях. Тем самым, с одной стороны, у нас есть определенная пружина, так называемая сухожильная пружина в ногах, сухожильная пружина в бедрах и свободный, расслабленный плечевой пояс. Вот наша первая позиция. Первая ученическая позиция. 45 градусов в палке. После того, как мы научились сидеть в правильной стойке, отметим так, что стойкой мы называем скорее положение ног и бедер, мы учимся работать в разных позициях рук. Первая позиция – позиция объерта, открытая. Тогда, когда палка у нас находится со своей стороны. Если мы разделим тело надвое по центральной линии, и палка будет находиться с этой стороны центральной линии, в любом положении позиция будет считаться открытой. Традиционно она называется объерта. Рука кладется, как правило, сюда. И вот таким образом настаивается стойка. Вторая базовая позиция. Позиция сирада закрытая. Руки почти перекрещиваются, но все-таки не перекрещиваются. Одна кладется на другую, и мы полностью закрываем позицию. Позиция сирада. При этом следует помнить, что руки максимально расслаблены, плечи максимально также расслаблены и подаются немножко вперед. Позиция сирада закрытая. Следует отметить, что в системе контртемпа придерживаются взгляды традиционных филиппинских школ и стремятся к пониженному седу. Это позволяет сократить площадь обстрела палкой. То есть, если мы стоим на прямых ногах, у нас намного больше зон поражения, чем нежели если мы осели на коленях и стали в низкий сед. Таким образом, нам легче защитить и ноги, и голову одновременно. Соответственно, мы постоянно следим за тем, что наши колени находятся в тонусе. Это не значит, что они напряжены, они находятся в тонусе. Мы сидим на сухожилиях, и нам легко в этой позиции перемещаться. Если мы ее наработали, насидели, находили, нам легко в этой позиции перемещаться и легко производить технические действия, как в закрытой, так и в открытой позиции. И в этой же позиции мы начинаем менять одно из первых упражнений. Это смена позиции рук. Серада, объерта. Обьерта, серада. Серада, объерта. Обьерта, серада. Серада, обьерта. Обьерта, серада. Серада, обьерта. Обьерта, серада. Теперь, когда мы познакомились с правильным хватом, правильной стойкой позиции ног и основными базовыми позициями рук, мы пробуем осуществить первые технические действия, которые в системе контр-темпо называются абиседарио. Абиседарио в переводе с испанского – это азбука. Это те элементы, изучая которые, практикующий закладывает в свою базу, в свою техническую базу, все мыслимые, все возможные траектории и все возможные техники работы как палкой, так и ножом. Итак, для начала самый простой и самый распространенный элемент – это ликус – вращение палки. Сразу следует сказать, что это элемент разминочный, поэтому он первый. В бою он применяется очень ограниченно и, как правило, скорее для усиления основного движения, нежели как само основное движение. Ликус в переводе с тагальского, традиционного языка филиппин, означает круг. Мы делаем круг палкой. Всего существует четыре формы ликус. Круг палкой со своей стороны от себя. То есть движение идет от себя по кругу. Следует отметить, что хват никогда не открывается, в частности, в некоторых западных фильмах показывают вот такие прокруты. Они эффектны, но совсем неэффективны. Открывать хват можно только вот этими двумя пальцами чуть-чуть для следующего подхлеста, когда мы этими двумя пальцами можем дать дополнительный импульс в удар, не больше. Итак, помни о том, что мы не открываем кисть, ибо удар, открытый кистью, как правило, ведет лишь к тому, что палка выскакивает из рук, поскольку в таком положении, как правило, она не держится. Хват хороший. Мы начинаем круг от себя. Круг от себя. То же самое сбоку. Круг от себя. При этом не нужно стремиться, может быть, к идеальному кругу, а следует максимально обратить внимание на гибкость запястья. Второй круг, круг у своего плеча к себе. Выводим палочку снизу, она выскакивает наверх, идет опять вниз, и таким вот образом мы начинаем круг к себе, к собственному плечу. Еще раз говорю о том, что не открывается хват. Это главная задача на первых порах обучения. Развить только гибкость кисти. Конечно, такой круг выглядит намного менее эффектно, чем круг, открытый кистью, но, поверьте мне, это намного эффективнее. То же самое сбоку. Вторая пара кругов исполняется у чужого плеча. Для этого мы, вставая в базовую позицию, начинаем делать круг почти параллельно груди, но не совсем параллельно. И здесь следует сказать, что данный круг вовсю используется в боевой практике. Именно от этого круга рождается удар редондо. Круговой удар, который часто используют как в спаррингах, так и в реальной боевой работе. Круг с чужого плеча, от себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и последний круг. Круг к себе, к чужому плечу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Движение идет снизу, как бы поддевает цель. И, переходя в закрытую позицию, мы продолжаем движение по кругу. Оп! Внизу происходит перемена кисти. Мы как бы меняем положение. В данной позиции физиологические особенности руки не позволяют нам завершить круг. То есть мы можем работать от плеча. Но в данном случае мы тогда нарушим траекторию круга, это будет уже другая техника. Чтобы сделать круг, нам требуется перемена в кисти. Мы делаем эту перемену. Ведем снизу вверх, цепляем цель и возвращаем палку по кругу в закрытую позицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующим элементом техники обеседарио являются косые кресты. Первый из них называется ЭКИС, второй БИКЛИС. ЭКИС представляет собой обыкновенное восьмеркообразное движение, но выполненный в манере контротемпу. То есть мы не просто крутим палку по восьмерке, так, в общем-то, наверное, что он может сделать каждый. Здесь есть свои нюансы, которые мы попробуем разобрать. Опять мы вспоминаем о расслабленном плече, о расслабленном локте и гибком запястье. Мы ведем палку по диагонали, при этом кулак всегда направлен в сторону воображаемого или реального противника. Лучевые кости ведут также под 45 градусов, тем самым они образуют одну плоскость с палкой. Расслабленность сохраняется. Мы доводим конец палки до центральной линии, проносим ее. Здесь происходит перемена руки, перемена кисти. Палка выходит в закрытую позицию, выходит от чужого плеча, пересекает центральную линию, доходит до конечного положения, перемена, выходит в открытую позицию. Раз, два. Следует сразу отметить, что это, опять-таки, непростое верчение. Это два, в боевой практике, это два полноценных удара. Но для начала мы пытаемся исполнить в медленном темпе, развивая гибкость кисти и правильность структуры тела. ЭКИС можно начинать с открытой позиции, можно начинать с закрытой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Следующая фигура Biglis обратная восьмерка. Она начинается снизу, представляет свою восьмерку с движением палки снизу вверх под 45 градусов. Раз, два. Требования к структуре все те же самые. Расслабленный плечевой пояс, хорошо сидим на сухожилиях и начинаем исполнять технику. Из закрытой позиции 45 градусов, палочка вышла, кулак смотрит на воображаемого партнера или противника, пересекает центральную линию, палка вышла наверх, перемена. Пошла вниз, 45 градусов, кулак смотрит на воображаемого противника, пересекаем центральную линию, палочка приходит в закрытую позицию, движение закончено. раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Опять-таки следует сказать, что это два полноценных удара. Удар снизу, удар снизу, снизу, снизу. Делаем медленно. Ре marchили в снизу, два. Раз, Субтитры сделал DimaTorzok Помимо диагональных крестов, в техниках абиседарио присутствуют и прямые кресты, которые представляют собой соединение горизонтальных движений и вертикальных. Разберем два креста, которые впоследствии переходят уже в сегиды так называемой связки контратемпа. Из закрытой позиции мы реализуем движение, которое называется планчада. После того, как палка пересекает центральную линию, и мы приходим вот в это положение, рука напротив плеча, происходит перемена. Рука переходит в позицию объерта и наносится вертикальный удар, так называемый баксак или хаммер. Как мы видим, рождается такое крестообразное движение. Раз, два. Здесь мы представляем, что в момент пересечения центральной линии мы касаемся цели. Выходим в открытую позицию, наносим удар сверху. Субтитры создавал DimaTorzok Вторым движением является движение обратное к предыдущему. Планчада идет из открытой позиции. Мы как бы закрываем. Закрывающая планчада. И отсюда удар сверху. По кругу. Получается раз, два. Раз, два. Раз, два. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... После того, как мы познакомились с некоторыми базовыми элементами, мы переходим к наработке парных упражнений. Здесь мы используем более тонкую палку, чтобы не травмировать партнёра. И в этой наработке мне поможет мой ассистент Артур. Прошу вас. Итак, для начала мы рассмотрим некоторые формы ударов, которые используются в контртемпу. Мы встаём в нашу базовую закрытую позицию, и первое, что мы начинаем поражать, мы начинаем поражать ближайшую к нам зону. В 90% случаев, если идёт работа палка против палки, это рука, держащая палку. Соответственно, стоя в этой стойке, мы начинаем ловить эту палку, то есть, извиняюсь, ловить эту руку, и наносить по ней удары. Здесь следует сказать о важности защитного снаряжения. Мы используем накладку на руку, накладку на предплечье, в данном случае накладка сделана из металла, и предохраняем лицо фехтовальным шлемом. Встали. Первый удар, который мы наносим, называется витик из позиции сирада. Мы просто открываем руку, наносим удар и возвращаем руку обратно. Удар отскакивающий. Как правило, мы стремимся к тому, чтобы палка приходила под 90 градусов к плоскости. Если рука находится в этой плоскости, а плоскость мы выверяем по палке, то есть, если палка находится под 45 градусов, значит, рука находится тоже под 45 градусов, наш удар будет наноситься ровно под 90 градусов к этой плоскости. Мой партнер встает, и мы начинаем наносить удар. Удар – витик. Следующий удар – также витик отскакивающий, наносится из открытой позиции. Мы наносим удар в центральную линию и возвращаем палку к своему плечу. Удар – из позиции объекта. В данном случае при работе с партнером изначально он наносится по ближайшей точке, в частности, в данном случае, по руке. Чтобы выстроить правильный удар и приложить четкие 90 градусов, в данном случае мы будем наносить удар по плоскости его палки. Вот таким образом. По плоскости палки мы выкладываем удар из открытой позиции, палка доходит до цели, передает усилие на объект, и мы возвращаемся обратно. То есть, если мы встали, как правило, удар, если правильно он работает, он очень неожиданный. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь попробуем усложнить технику первого удара. Удара – удар витик. И попробуем сделать технику витик-доблада. Доблада, как можно понять из названия, это сдвоенный. Тогда, когда на одном ипульсе мы наносим два сильных, мощных, хлестких удара, цель которых – прекратить бой в кратчайшие сроки. Вообще, говоря о системе контртемпа, нужно сказать, что в системе контртемпа стремятся закончить бой как можно скорее. Если есть возможность закончить бой одним ударом, этот удар наносится. Если есть возможность закончить бой, не нанося этот удар, то, естественно, этот удар даже не наносится. Хорошо. Вернемся к удару витик-доблада. Мы находимся в боевой позиции. Первый удар мы уже проходили, наносится по руке. Рука импульсом возвращается к себе и тут же наносим удар по голове. Первый. Второй. Первый. Второй. Если здесь мы наносим под 90 градусов к руке, то здесь под 90 градусов к кости черепа. Легкое перемещение на бедрах позволяет нам сократить дистанцию и достать до головы. Итак, легко палка выходит из закрытой позиции, возвращается и вместе с бедрами переходим на удар в голову. Раз, два. Теперь перейдем к технике сдвоенного отскакивающего удара из открытой позиции. Удар наносится от своего плеча. Сначала короткий. Доводим до центральной линии, встречаем цель. Палка отскакивает, как на пружине, и догоняет дальнюю цель, в данном случае голову. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То же самое с партнером. Партнер стоит в открытой позиции. И тут мы начинаем ловить его руку. В данном случае мы наносим удар по руке. Палка отскочила, тут же наносим удар по голове. Раз, два. Если партнер не успевал наносить удар, то есть мы стояли просто в позиции, и он оказался в достигаемости моей палки, делаем раз, два. Раз, два. Если же он пытается меня ударить, я встречаю руку и тут же наношу удар. Встречаю руку и наношу удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И палка совершает движение практически на 180 градусов... Это удар лаптик... Эти два удара базовые... На них основано... Очень большое количество технических элементов... И они, как правило, работают в паре... Попробуем разобраться в тонкостях удара лаптик... И потом перейдем к связкам с первым типом ударов... У нас есть базовая позиция... Из закрытой позиции мы настигаем руку противника или партнера... В данном случае палка не залипает в цели... Проходит как бы сквозь нее... И здесь, в данной позиции наступают перемены... Мы выходим в открытую боевую позицию... Мы ударили... И палка перешла в открытую боевую позицию... Это полный, так сказать, развернутый удар лаптик... Может быть, короткий лаптик, когда мы бьем... И без перемены возвращаем движение обратно... Раз... Вернули движение обратно... Но... В данном случае разговор идет о полном... О ударе полный развернутый лаптик... Ударили... И перешли в открытую позицию... Если ситуация боя нас застала в открытой позиции... То... Для нас нет никакой проблемы... Внести удар лаптик проносной... Из открытой позиции... Легкий импульс плечами... Осаживаемся на бедрах... И рука выстреливает... Вперед... Бедра подкручиваются... Сдавая лишний импульс... И сдавая силу палки... Удар... Лаптик... То же самое с партнером... Я увидел руку... Я был в открытой позиции... Увидел руку и тут же... Нанес проносной удар... Вышел в закрытую позицию... Нанес удар... Вышел в закрытую позицию... Закрытая позиция... Сдавая смерть... Закрытая позиция... Закрытая позиция... .. Теперь мы соединяем два удара, витик и лаптик. Одно это соединение дает нам очень большую палитру для творчества, потому что мы можем наносить, допустим, удар витик под 45 градусов сверху, планчада 90 градусов, можем наносить под 45 градусов снизу, можем наносить четко сверху, можем наносить четко снизу, все это будет удар витик. То же самое касается удара лаптик, мы можем наносить в форме планчада, диагональ сверху, диагональ снизу, удар сверху и так далее. Ну, пойдем от простого к сложному, по такому пути, и сделаем следующее И с закрытой позиции мы наносим удар лаптик по ближайшей точке Рука приходит в открытую позицию, отсюда мы наносим удар литик Раз, два, раз, два, раз, два Если нам позволяет ситуация, и мы можем сократить с помощью движения бедер дистанцию Первый удар мы наносим по руке, второй по голове, проносной, вернулись, атака Проносной, атака Итак, у нас имеется две формы Первая форма, двойная атака в руку Вторая форма, атака в руку и в голову В руку и в голову Если мы работаем из открытой позиции, ситуация также не вызывает вопросов Мы сразу же ловим руку Переходим в закрытую позицию через проносной удар И отсюда ловим отскакивающим ударом либо кисть, либо предплечье, либо локоть Либо, если позволяет обстоятельство, ногу, либо голову Вышли Атаковали руку, тут же атаковали локоть Ногу В голову Итак, как мы можем видеть Палитра потенциальных возможностей Даже только на двух ударах контратемпа Необычайно широка И при должной наработке Обеспечивает Должным навыком Должным боевым навыком Любого практикующего Поскольку это наш первый фильм Здесь мы затрагиваем только основы Хотелось бы поговорить еще о нескольких ударах Которые мы подробно рассмотрим в следующих наших сериях В частности, это удар абоника веером Удар наносится, он совсем не родственный Первым двум он наносится в плоскости кулака Если первые два удара наносились в плоскости лучевых костей То этот удар наносится в плоскости кулака Он как бы открывается и закрывается веером Вот таким образом наносится удар И, соответственно, мы нарабатываем его Вот таким образом Кулак смотрит четко в потолок Здесь плечи расслаблены Локти расслаблены Дыхание свободное Сидим на сухожилиях в комфортной легкой стойке И заводим палочку Удар абоника Он может наноситься в любой плоскости Но в данном случае вполне достаточно Наработать его только в плоскости головы Еще один важный удар Это удар редондо Как правило, он наносится в любой плоскости тоже Но основная базовая его форма Из закрытой позиции Жесткий круговой хлест по руке Существует две формы Традиционная форма и форма контртемпу Традиционная форма Представляет собой подъем локтя Высокий вывод локтя И удар как бы идет через хлест локтя Вперед В форме контртемпа Мы наносим удар без взвода локтя Не давая Не давая противнику знака Взводом локтя О том, что будет нанесен удар Продолжение следует... Следующая тема нашего фильма Координационные упражнения на средней дистанции Которые имеют название самбрадо Самбрадо происходит от испанского слова Сомбра, тень То есть мы как бы следуем тенью За движением нашего партнера Наш партнер следует тенью За нашими движениями В этом блоке Меня ассистирует Моя партнерша Ирина Первое координационное упражнение Это простая встреча Удара сверху Наносится удар сверху Я встречаю палку Накладываю контроль На руку Партнера И в таком положении Провожаю руку Наношу удар В обратную сторону происходит то же самое Раз Два Мы зацикливаем движение Делая его В так называемой манере декадена Манера декадена Это исполнение формы В циклической манере Партнера Вторая форма координационных упражнений самбрады представляет развитие первой. Партнерша наносит удар пуньо. В данном случае имитируется удар пуньо в голову. Наша задача, встречая руку, атакующую руку вот в этой позиции, как бы выталкивая вперед руку, контролируя ее со всех возможных сторон, которые могут прийти к нам. То есть мы не даем двинуться вперед, наш локоть не дает двинуться сбоку, кисть не дает двинуться руке внутрь и пальцы не дают уйти руки назад. Эта позиция обеспечивает кратковременный тотальный контроль. Идет атака, кратковременный контроль. Вторая рука подскакивает снизу. Одна рука передает контроль другой руке, мы контролируем руку, атакующую руку своим предплечьем. И если вдруг нам наносит удар абоника в голову, мы контролируем таким вот щелчком палку противника. Итак, наносится удар пуньо, мы встретили, подбили. После этого отводим всю руку, всю структуру руки с центральной линии. Контролируем локоть атакующей руки и начинаем проводить то же самое действие. Атакуем в голову, меня встречают, подбивают руку, палку, контроль и пытаются атаковать меня. Я делаю то же самое. Раз, два, три. 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 Мы зацикливаем упражнение и переходим в манеру декадена. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем развитие форм координационных упражнений самбрада И теперь постепенно освещаем техническими элементами вторую форму Выглядит это следующим образом Та же самая атака, атака пуни в голову Точно так же мы встретили, точно так же проконтролировали Только теперь рука ушла, контроль продолжается В данном случае, если шла какая-то более боевая ситуация Мы вошли, контролируем руку Здесь возможно проведение элемента кадена реаль Так называемая королевская цепь Когда мы контролируем руку и тут же атакуем голову Шла атака, мы встретили, перешли через самбраду, кадена реаль и так далее Но это более сложные техники, о них разговор пойдет дальше В данном же случае мы делаем следующее Встретили Проконтролировали И в этом контроле попытались атаковать ударом Абаника руку противника Вернулись, контроль продолжается Контроль над рукой Еще раз давайте посмотрим Шла атака, я встретил, перекрыл все пути руки Контроль Шлипок по палке Абаника Контроль Контроль Зацикливаем Встречают меня Встретили Контроль Абаника Контроль Контроль Раз Два Три Четыре Пять Коденция состоит из пяти ударов Атаковали Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Абаника Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Перешли на манеру декадена Четыре Три Четыре Три Четыре Четыре Алго Мы продолжаем насыщать технику координационных упражнений самбрады ударами. В данном случае мы попробуем провести удар витик в тело. В принципе, в системе контртемпо такие удары приветствуются мало, потому что в нашей полосе люди одеты большую часть года в плотную одежду, и атака в тело, как правило, менее эффективна, чем атака по открытым костям руки, либо головы, либо колена. Но тем не менее, такие техники присутствуют. Их изначальное назначение – развитие координационного навыка и привыкания к ощущению контакта. Ибо работа на ближней средней дистанции, которой является работа в техниках самбрады – это как раз ближняя средняя дистанция. Здесь техники контролей играют первую скрипку. Итак, очередной удар наносится пуне в голову, контроль. И на этом контроле из закрытой позиции наносится удар в тело, после чего переход на контроль. Здесь следует отметить, что в боевой ситуации лучше наносить удар в ногу, либо в свободную руку, после этого переходить на контакт. То есть, если шла атака, мы атаковали сюда, либо сюда, КД на реаль, атака в голову, дальше могут уйти техники обезоруженные и так далее. Но сейчас разговор не об этом. Идет атака, атака в корпус, либо в подвздошную кость. Контроль, контроль. То же самое делаю я. Атака, атака в корпус, контроль, контроль. Встретили, два, три, четыре. Встретили, два, перевод, контроль. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. и зациклим в манере декабеля. Следует отметить, что позиция контроля тоже может быть вариативна. В данной ситуации я могу контролировать больше палкой, как бы давлением на палку обеспечивать себе вход внутрь защиты противника. Я могу давить предплечье как вперед, как бы загружая дальнюю ногу, не позволяя противнику дальше двигаться, развивая свою атаку. Либо вбок, отводя руку с центральной линии, соответственно, открывая его зоны. А также могу контролировать его руку с помощью пунья. То есть, когда я прохожу таким образом, я цепляю пунью и как бы наношу такой мини-удар в кисть, после чего могу продолжать дальше делать какие-то технические действия. Сейчас мы попробуем развить техники предыдущей самбрады еще больше и внесем в них элемент стик-грейплинга. Стик-грейплинг – это английское слово, но оно очень сильно прижилось в филиппинских боевых искусствах. В частности, это рычаговые воздействия на тело партнера или противника. Сейчас мы будем исполнять вот этот элемент, хотя элементов стик-грейплинга существует великое множество. Это воздействие на голову, это могут быть воздействия на палку, это могут быть воздействия на ногу и так далее. Но сейчас мы возьмем только один элемент, самый простой, для самого-самого первого шага в понимании, как правильно прикладывать палку в рычаговой работе. Идет атака пуньо. Мы продолжаем предыдущую самбраду. Наносим удар. И тут, захватывая руку, немножко ее вращая, мы начинаем подводить палку с переменной руки к локтю партнера. Здесь идет кратковременное ударное воздействие на локоть. В принципе, в боевом варианте больше ничего не требуется. Ударили, достали палку, атаковали дальше. Но в данном случае у нас координационное упражнение. И мы делаем следующее. Мы сделали импульсное движение, вернулись в исходное положение. Повторяем в обратную сторону. Раз. Прошли. Рычаговое толчковое воздействие ударом. Сделали то же самое. Атака. Рычаг. Перенос. Контроль. Атака. Рычаг. Перенос. Контроль. Рычаг. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...